всем привет с вами максович и сегодня мы начинаем проходить игру под названием дед эффект в эту игру я играл года три назад до ровно три года чуть с копейками но тогда еще была старая видеокарта игра шла со скрипом практически вот я насколько помню а сейчас спустя время захотелось ее пройти и собственно показать вам может ее кто-то уже видел неоднократно за это время на тот момент когда я в нее играл но по-моему была достаточно свежим продуктом три года назад сейчас уже конечно вышла вторая часть за это время так что может мы и вторую попробуем но это посмотрим по ходу дела пока ничего обещать не буду нам сначала с этой частью разобраться уж потом видно будет и так ребят давайте посмотрим что он мы здесь имеем это наверное одна из немногих игр на unity в которой есть нормальные настройки то есть смотрите у нас есть скорость поворота акселерация мыши и сглаживание мыши где вы такое видели в современных юнити играх там ни хрена никогда не дают мышь настроить ни кнопки ничего здесь же прям вот на удивление игра исключение если так можно сказать настраивается то есть все достаточно тонко даже есть отдельные регуляторы громкости для диалогов музыки и соответственно общая громкость прям игра меня этим поразило так сказать уж многие кто наверно меня постоянно смотрят знаю то что я уж прям к движку unity достаточно так негативно отношусь потому что на нем вечно делают недоделанные вот эти вот инди такие вот трэш игры вечно без настроек без всего а здесь все замечательно в этом плане так ну да ладно собственно давайте-ка к самому процессу наверно до настройки клавиш есть прям здесь в игре в некоторых играх они вынесены как бы отдельно в лаунчере там значит дополнительно играть что у нас здесь еще есть здесь можно посмотреть достижения планшеты которые мы подбираем по ходу игры и можно общем почитать все то что мы если пропустили что то чтобы вникнуть суть игры более детально пользовательское соглашение политика конфиденциальности кредита и так далее достижения но у меня сейчас overlay steam отключен поэтому это не работает так профили ну и собственно давайте уже приступим что ли потихонечку а да здесь можно что мне понравилось здесь можно отдельно выбирать миссии здесь даже прям написано если вам понравилась одиночная игра и вы бы хотели повторить некоторые миссии это для вас то есть вот реально тут немножко по проходил а вот как видите четыре миссии до первое всего можно посмотреть сколько миссии очень удобно 12 миссии не так уж и много на самом деле я думаю то что эту игру можно пройти вот буквально за один вечер засесть и ну за два ладно за один может уже устанешь и проходить но за два вечера можно точно пройти есть выживание что мне понравилось набивать на этом можно деньги который тратить на прокачку оружия пусть по основному сюжету то есть надоел вам играть по сюжету вы захотели дополнительно вот эти миссии вы по выполняете получить денег чтобы прокачать оружие например проходить дальше блин офигенная тема вообще удобно биологическая опасность бонус кредит и золото золото если честно не знаю на что используется вот как ни странно ну я думаю по ходу делу мы разберемся вот так ну в общем давайте уже собственно начинать заболтался я тут давайте проходить историю начнем новую игру естественно и у нас на выбор два персонажа гуннар дэвис и джейн фрей в чем отличие а собственно у нас отличие только в стартовом оружии джейн имеет дробовик вельвет 23r и левальв блин почему левальвер револьвер револьвер да надо запомнить гуннар имеет у нас штурмовая винтовка и пистолет стиг p320 собственно это же можно потом и выбрать так что по большому счету неважно кого вы выберете но я отыграл за джейн и сейчас думаю буду за ней играть в принципе да помню три года назад вот эту галочку почему здесь нельзя было поставить игра видимо еще не доработанная было что-то здесь у меня не ставилась я помню сложность средняя и поехали вы действительно хотят хотите начать новую игру конечно хотим проверка тканей и жизненных функций ошибка произошел сбой перезагрузка запущена экстренная на на обработка итак мы значит из какой-то капсулы вылезли цель использовать медстанцию используйте мышь чтобы оглядеться ну прям вот очевидные вещи какие-то вы нам говорите необходимо использовать медстанцию хорошо хорошо только не ругайся медстанция у нас автоматическая вот возможно то что не надо нам никакую кнопку нажимать это имел с виду давайте посмотрим что здесь происходит цель использовать лифт может быть это имелось ввиду то что мы заходим в медстанцию она автоматически лечит не надо ничего не нажимать я не знаю что там было нажмите е с чем я мог взаимодействовать я что-то пропустил странно ну да ладно найдите оружие ух блин собственно у нас 7 важные места такими треугольничками показаны то есть куда идти не потеряйтесь в любом случае электромагнитный шокер 1000 вольт за один удар обыскать территории цель я возможно не буду успевать читать все наверху потому что там достаточно быстро иногда текст идет если интересно сами читайте тоже или ставьте на паузу я не знаю что это нажмите кью для разрухи блин кто тут переводил кстати да есть все таки косяки в переводе местами как бы где-то как-то криво переведено где-то текст не влазит ну блин да всегда приходится искать какие-то компромиссы потому что английские слова в некоторых местах короче русский длиннее ну вы поняли стандартная ситуация эй что здесь происходит что здесь происходит здесь уже блин обедают ребята по полной для эффективно использовать оружие вы должны чего-то там делать я пропустил не успел прочитать но она работает только с близкого расстояния не работает она издалека а цель найти пистолет а вот собственный пистолет даже далеко ходить не пришлось у нас какой-то лежит планшетик внизу всего шесть патронов кстати да по ходу спасибо по ходу игры на карте разбросаны такие как они называются в общем типа кредитные карточки это халявные деньги которые нам пригодятся в дальнейшем для прокачки оружия ну что ж давайте почитаем я не знаю буду ли я читать все планшеты потому что там зачастую ну какая-то не очень важная информация иногда есть что-то полезное что-то нет но сейчас посмотрим не знаю Джеймс Бритва в качестве капитана эсэс меридиан рад сообщить что мы находимся на полпути к нашей цели планете Таут СТФ СТФ наши новые сверхъестественные двигатели работают превосходный полет протекает без осложнений пока большинство из вас спит наша научная команда безусловно работает на новыми технологиями которые помогут нам в колонизации планеты цели это все адресовалось всем членам экипажа вот собственно вот эти планшеты как я и показал в начале игры там в определенном меню можно почитать если сейчас вот неохота во время игры отвлекаться прошли мы какой-то уровень открыли вот эти вот планшеты перечитали вникли в суть чего мы там пропустили или не пропустили так у нас два прохода направо налево я не помню куда лучше идти а здесь походу просто бонусная зона дополнительные денежки патроны и всякое такое и вот еще кстати один планшет ну алло от кого от Джо Хейс Гуннеру Дэвису блин ну Гуннер Дэвис это же типа мы но мы не играем не за Гуннера же сейчас ну да ладно привет Дэвис мне тут немного скучно так что я придумал как легко шифровать наши сообщения ненавижу когда кто-то читает мою личную почту используй тот примитивный алгоритм которому мы еще рекрутами научились там на базе надеюсь ты вспомнишь все думаю у тебя там еще хоть капелька мозгов осталось под этой грудой мышц попробуй значит Дэвис если ты это читаешь значит ты прошел мой небольшой тест на интеллект рад что ты меня не разочаровал вот это то что было в закодированном сообщении понятно понятно предмет 2 из семей найден здесь тут еще видите как мы видимо все ли мы деньги собрали не все ли мы деньги собрали все ли планшеты собрали это еще видимо учитывается на счет как на это внимание не обращал ну хотя в конце миссии там показывается процент типа выполнения что ли миссии или что то в этом духе проверить проверить состояние корабля наша текущая цель ох ребята я вас тут не отвлекаю прикольно да вроде диалоги стоят на полную громкость а все равно как то они что то не особо то громкие на пистолет явно не прокаченный очень кривой вот ну вообще не попадаю вообще не попадаю так еще один планшет есть кнопка сразу активируем или пойдем сходим куда-нибудь давайте прочитаем сначала от джеймса хейса мужик я немного завидую что ты спишь пока я тут жопу рву на работе ладно больше маюсь от безделия чем работаю но все таки гонору дэвису закодировано сообщение помни ту высокую помни что высокую блондинку из твоего подразделения джейн фрей так вот мы за нее играем как раз мы еще оба гадали какая такая хрупкая девушка как такая хрупкая девушка могла попасть в подразделение 13 в общем вчера я копался в компьютере меридиана и мне удалось добраться до личных дел команды я узнал кое-что интересное о нашей красотке похоже ее родители неизвестны она значится в армейских записях с 5 лет вроде как ребенок подопытный кролик или типа того по-видимому она пришла прошла все существующие армейские программы с 16 лет активно участвовал в вооруженных конфликтах начинала в разведке потом перешла в штурмовики на ее счету за сотню убийств и медалей у нее больше чем я думаю существует она вся напичкана имплантантами ну хоть за исключением сисек вот это баба да только не зли ее когда пригласишь на свидание ты конечно из нас самый здоровый только мне все таки кажется что эта цыпочка может тебе шею сломать во время поцелуя да текста здесь явно много будет ну ладно давайте сжать уже тогда проверить состояние корабля смотрите да мы все закрыли зачем не знаю если честно но ну как бы фиг с ним понятно еще один планшет успеем прочитать нет от генриха вагнера от имени научной команды ESS меридиан хочу сообщить что мы завершили исследование влияния сверхсветовых двигателей на команду и оборудование хорошая новость в том что двигатели не оказывают негативное влияние на здоровье человека но мы выяснили что двигатель негативно влияет на некоторые конструкционные материалы корабля в данный момент совместно с командованием корабля мы пытаемся решить этот вопрос мы считаем что данное обстоятельство не вызовет никаких проблем адресовано всем членам экипажа вот как то так ага еще один небольшой тайничок замечательно еще один планшет емае сколько тут а что тут у нас а почему ничего нет а вот внимание на стадии возможно на станции возможно враждебная активность и оставайтесь в своих каютах это системное оповещение всем членам корабля так все это был как бы небольшой тайничок можно возвращаться у нас еще фонарик есть кстати да я забыл в принципе он что то здесь особо пока и не нужен я наверное поэтому про него и не вспомнил так а мы откуда пришли ага это как бы конец миссии видимо да я уже что то забыл если честно но вот мы пока еще один тайничок нашли да вот треугольничек указывает нам правильный путь основной так сказать да по ходу дела по ходу миссии которую нужно проходить ух ребята а у нас гранаты есть нет нет у нас ничего нету у нас есть вот такая штука а нет есть граната мы где-то подобрали гранаты что то какие то не очень эффективные честно сказать тут они вроде зарываются но какие то блин они слабенькие я вот не помню их можно прокачивать или нет но надеюсь что можно ребята я на вас тут сейчас все патроны изведу еще патроны еще денежки я понял понял да нужно туда но мы же все сейчас обыщем для начала правильно деньги лишним не бывают это что ж такое да пистолет явно надо прокачивать но я его наверное не буду прокачивать лучше буду дробовича какой-нибудь прокачивать потому что он больше пригодится ага еще один планшет ну-ка ну-ка что там у нас от джеймса бритвы всем подразделениям команда профессора вагнера обнаружила возможность потенциальной потенциально опасной реакции взрывчатых веществ на сверхсветовой полет мы вынуждены убрать все опасные объекты с палуби корабля это касается и вашего оборудования какого вашего с этого момента чтобы избежать спонтанной детонации все оружие борипаса будут храниться в специальных камерах это для подразделения 13 собственно как раз мы и относимся насколько я понял к подразделению 13 потому что мы за джейн играем система автоматического отсчета о состоянии враждебная деятельность на станции активирован сектор 13 результат отсутствует 7 сентября 2045 года странно покинут помещение для гиперсна значит было помещение для гиперсна отлично ну ну вроде как все да все собрали а вот это что такое там мы же смотрели да а нет здесь было закрыто включить выключить фонарь да очень прям он здесь нужен если так все хорошо видно а вот оно вот и концовочка собственно ну быстро мы достаточно прошли покинуть помещение для гиперсна вот так вот время миссии 14 минут убита монстров точность попадания 77 процентов но неплохо смотрите-ка мы даже все кредиты нашли и почти все планшеты где-то один пропустил я не знаю где ну в общем короче не суть скрытые трофеи даже трофеи какие-то были блин ё-моё с состоянием 55 процентов то есть вроде как мы все обошли но ни хрена не все обошли мы только половину как-то эх ладно продолжить и собственно у нас здесь вот как раз одна из самых интересных частей так скажем у нас есть пистолет мы его можем как-то сейчас прокачивать или наоборот вообще ничего не делать я думаю мы сейчас не будем его прокачивать лучше сэкономим деньги потому как дальше у нас будет дробовичок а вот здесь можно посмотреть кстати характеристики вот то про что я говорил то что русский шрифт не влазят вот в это все вот что за время перезарядки чего там 3,4 секунды и что-то в этом духе да точно с попадания 70 процентов а вот оно что Михалыч ребятки вот есть какое-то оружие которое только за золото вот куда золото можно применять а я то думал какого хрена куда золото девать вот видите давно не играла и позабыл уже все да-тудер дофига а это 35 золото то есть некоторое оружие за денежки а некоторое оружие только за золто золото оно достаточно как бы редко выпадает из зомбарей вот здесь можно модифицировать Модифицировать повреждения, пробивную способность, время перезарядки и точность. А также можно закупиться патронами на следующий уровень, что, собственно, мы сделаем. Потому что это стоит относительно недорого, но... Ну и пару гранат купим. Вот, в общем, как-то так. Я думаю, я не знаю, здесь сохранение уже автоматически завершилось или... Можно выходить. По-моему, можно выйти. Ладно, давайте, наверное, на этом закончим. Всем удачи, всем пока и до новых выпусков!